Здравствуйте! В эфире программа «Бомеранг». Мы говорим о здоровье населения нашей республики. Сегодня в студии главный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Чувашской Республики Лариса Тарасова и врач-диетолог Елена Николаева. Уважаемые гости, ну, жизнь показывает, что в организме нет ни одного органа, ни одной системы, которые бы не зависели от питания и вообще от организации пищеварения в организме человека. Да, в 80% случаях возникновение заболеваний играет роль фактор питания. Очень сурово, уважаемые телезрители и радиослушатели. Хочется подчеркнуть, Наталья Ивановна, что если привычно говорить об ожирении, то, наверное, в рамках нашей программы имеет смысл поговорить и о недоедании, и о несбалансированном питании, и действительно о переборе колоража нашим населением. И о неправильной еде, в том числе, наверное, да? Безусловно. И нужно подчеркнуть, что установлена прямая зависимость продолжительности и качества жизни человека от его питания и образа жизни. И в 21 веке Всемирной Организации Здравоохранения выделяются основные заболевания, отстреливающие сосудистые заболевания, заболевания бронхолегочной системы, в том числе и заболевания органов пищеварения, которые напрямую связаны с погрешностями питания нашего населения. Лариса Владимировна, а какая общая ситуация у нас с заболеваемостью в Чувашской Республике? Может быть, в сравнении с российскими показателями? В структуре общей заболеваемости населения Чувашской Республики около 7% составляют болезни органов пищеварения. Как среди детей, так и среди взрослых наша статистика приблизительно равняется общероссийским показателям. И в рамках этой программы мне действительно хочется подчеркнуть, что последние годы начали лидировать такие заболевания, как болезни печени, поджелудочные железы, которые напрямую связаны с особенностями питания населения. Особенностями водного режима населения. И очень хочу подчеркнуть отсутствие мотивации нашего населения к сохранению собственного здоровья. Ну тогда закономерный вопрос. Какие существуют факторы риска? В жизни современного человека факторов риска, наверное, стало чуть больше. И в первую очередь это гиподинамия, это привязанность молодежи к компьютерной системе, компьютерной технике. Это очень большое желание и приверженность наших пациентов к самолечению, употреблению различных пищевых добавок, лекарственных препаратов самостоятельно, без назначения врача. Это, естественно, курение. Это злоупотребление алкоголя с содержащими напитками. Современная фармакотерапия и фармакология настолько богатая, интересная и всеобъемлющая, что на полках наших аптек лежат и средства для похудания, и средства для коррекции фигуры, и средства для улучшения пищеварения при переедании. Только денежки не все. Совершенно верно. И вот наше население, к сожалению, очень быстро покупается на эту фармакологическую фишку, особенности рекламы. Реклама, да. Рекламу, да. Программирование. Совершенно верно, программирование. И вот хочется предостеречь наше население, потому что многие из этих даже залицензированных лекарственных препаратов являются абсолютно небезразличными для органов пищеварения. И на фоне их приема зачастую развиваются и лекарственные гепатиты, и серьезные лекарственные повреждения поджелудочной железы и кишечника, что в последующем с серьезным заболеванием. Уважаемые гости, а какие виды заболеваний все-таки по вашему профилю в Чувашской республике лидируют? На сегодняшний день очень широко, в последние особенно десятилетия, внедряются методики, позволяющие быстро диагностировать заболевания желудка. Та же самая эндоскопия, те же самые ультразвуковые методы исследования. И они действительно немножечко переориентировали структуру заболеваний органов пищеварения. Львиная доля, это около 40% у взрослого населения, занимает именно хронические гастриты, то есть воспаление слизистой оболочки желудка. На втором месте по частоте встречаемости стоят заболевания желчного пузыря и желчащих протоков. И вот опять же нужно подсказать нашему населению, что камни в желчном пузыре, как правило, формируются при нарушении холестеринного обмена, которые следуют после длительного нарушения особенностей стереотипов питания. И вот тут вот важно не дожидаться, когда последним методом возможности будет именно хирургическое удаление желчного пузыря, а своевременно обратиться к участковому терапевту, к специалисту-гастроэнтрологу и провести специфические методы профилактики лечения желчной каменной болезни и постараться сохранить свой желчный пузырь как можно дольше. В структуре заболеваемости детского населения также лидируют хронические гастриты и додениты, а на втором и третьем месте стоят заболевания желчеводящих путей поджелудочной железы. Ну вот, наверное, когда ребенок приходит в школу, очень много проблем возникает. Да, вот у меня внуки, и я замечаю по другим, по разговорам с другими бабушками, очень часто дети в школе не хотят кушать или там пища им не подходит, да, или это связано с какими-то пищевыми привычками опять, и на этой почве развиваются такие заболевания у ребенка. Наверное, нужно все-таки начинать со стереотипа питания в семье. Это все-таки там должно быть заложено, что это кратность до четырех раз в сутки. Это все-таки не сухоедение, не сухомятка ни в коем случае, а это и каш, использование каши, использование супов, это и отварные сорта мяса, и обязательный прием рыбы. То есть как раз в организованных-то коллективах, детские сады и так далее, разработаны семидневные меню, которые позволяют максимально обогатить рацион ребенка. И вот если ребенок не готов психологически сесть за стол со своими сверстниками и съесть предложенную кашу, вот этому все-таки должны научить и мама, и бабушка еще в семье. И, возможно, даже необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром, с детским гастроэнтерологом для того, чтобы выявить причины, по которым ребенок не способен правильно питаться. – Хочу обратить внимание, что и в школах, и в садиках прикреплены медицинские сестры, дети и сестры, которые составляют меню, следят за питанием школьников. – Для того, чтобы оно все-таки было сбалансировано, правильно? – Да, у них есть свои приказы, по которым они работают. Ну и традиционный вопрос в нашей студии – каким образом организована служба Чувашской Республики? – Гастроэнтерологическая служба Чувашской Республики выстроена на сегодняшний день согласно порядку маршрутизации и согласно федеральным законам. Первичная медико-санитарная помощь пациенту с заболеванием желудочно-кишечного тракта осуществляется врачом первичного звена, врачом-участковым терапевтом, семейным доктором, врачом общей практики. При необходимости данный доктор показывает или направляет пациента к врачу-гастроэнтерологу. Сельское население у нас может получить консультативную специализированную помощь в пяти межтерриториальных кабинетах гастроэнтерологов, которые организованы при лечебных учреждениях в городе Канаш. То есть вначале это он у терапевта, которые близки вообще к пациентам, а это уже как второй уровень? Это второй уровень организации помощи гастроэнтерологическим больным. Мы говорим про межтерриториальные кабинеты лечебных учреждений города Канаша, Шумерли, АллатРа, Ядрина и Чебоксарской ЦРБ. Городское население получает консультативную амбулаторную терапевтическую гастроэнтерологическую помощь в госпитале для ветеранов войн, в республиканской клинической больнице, в городском клиническом центре, в первой городской клинической больнице, БСМП, больнице скорой медицинской помощи. У нас существует 85 коек клинического уровня, в том числе 15 детских. Сюда госпитализируются наиболее сложные пациенты, требующие дифференциальной диагностики и уже стационарного консервативного лечения. В 2006 году на базе республиканской клинической больницы был создан республиканский гастроэнтерологический центр, куда госпитализируются наиболее сложные пациенты с гастроэнтерологической патологией. В том числе происходит подготовка пациентов для пересадки печени и используются методики высокотехнологичной медицинской помощи. В 2013 году в нашей республике утвержден порядок маршрутизации населения по профилю диетологии. Также оказывается первичная медико-санитарная помощь врачебная, обычно врачами-терапевтами, участковыми врачами, врачами общей практики. Также оказывается специализированная первичная медицинская помощь. Эта помощь оказывается врачами-диетологами учреждений здравоохранения. Если вдруг в этом учреждении нет врача-диетолога, то этой деятельностью занимается уже врач-терапевт. А если нет возможности для оказания помощи на уровне первичной медицинской помощи или есть необходимость более глубокого изучения и лечения, то направляется специализированное лечебное учреждение, к которому у нас относится республиканская клиническая больница. Из районов могут приехать и могут там получить нужное лечение. А для консультации у нас в республике открыты три консультативных кабинета врача-диетолога на базе городского клинического центра, республиканской клинической больницы и республиканского эндокринологического диспансера. И сейчас, я знаю, готовится такой кабинет к открытию на базе центральной городской больницы. Ну вот как-то мне показалось, что в отличие от профильных врачей разных нозологий, врачи-диетологи – это практически штучный товар в Чувашской республике и, возможно, даже и в других регионах Российской Федерации. В большей степени, как я поняла, они работают с составлением меню в непосредственно лечебно-профилактических учреждениях. А вот в связи с этим огромным угрозой вот этого ожирения массового, и уже, Лариса Владимировна, вы говорили о том, что люди начинают заниматься самолечением, я поняла, что у нас есть такая проблема. Вот для человека, который хочет составить себе меню и понять, как он должен питаться, если он не эндокринный больной, да, там, не ваш какой-то там, жестоко привязанный к вашему центру, да, ему, по сути дела, сильно обратиться-то и некуда. У нас есть еще и центры здоровья. Они, конечно, в основном в городе, в Чебоксарах есть, в Новочебоксарске. И в 2015 году запланировано обучение 4-5 врачей-диетологов именно для этих центров здоровья. Ну, то есть люди-то, конечно... Кстати, мы еще раз обращаем внимание, уважаемые телезрители и радиослушатели, что у нас есть два детских центра здоровья, и есть взрослый республиканский центр, да, и еще два существуют центра там в Северной клинике, в Тракторостроителей, по-простому говоря, по-понятному, да, что когда они туда обращаются, они делают первичный скрининг. И да, действительно, там сидят люди, консультируют. Но пока это еще не имеет массового хождения, а, в общем-то, вот попытки вот этих женщин устроить там диету себе, да, там, я имею в виду новомодную диету, которая чаще всего, опять же, средства массовой информации говорят, приводит к обратному концу, да, то есть, может быть, на какой-то период это все хорошо, а потом все это плохо. Ну, не надо гоняться за новомодными диетами, потому что они все равно у нас, получается, как бы краткосрочные. Эффектно. Да. А отдаленные последствия мы будем быть вообще сильно плачевными. Да, лилии какой-то там килограмм, сколько-то, а потом они возвращаются иногда и в двойном, как говорится, качестве. Самое, наверное, действенное при ожирении, если взять, то это должна быть мотивация сильная, во-первых. Вот для чего человек хочет похудеть. Без мотивации просто так прийти, без сильной мотивации дело дальше не пойдет. Да, но я все-таки о специалистах, которым вот сейчас у нас телезрители радиослушательного суток слушают, смотрят, да, и вот мы у них создали мотивацию, неважно, какая она у них личная. Нет, это у человека. Они вот захотели пойти. И вот мне кажется, что сильно-то некому побежать. Вот это сейчас и мы должны, доктора стационаров, амбулаторных приемов, это и должны врачи центров здоровья, консультативных кабинетов. 15 минут, которые врач-терапевт общается. Невозможный, невозможный для определения. Он должен в обязательном порядке. Сказать общие фразы, вы уж меня извините, да? Ну, а более глубокое должен сказать тот же врач-терапевт, который проводит заседание в школах здоровья. Тот же врач-диетолог, который сейчас получил возможность работать в консультативных центрах и принимать подобных больных. Другое дело, что врач-семейный, терапевт, он должен направить, он должен создать вот этот правильный маршрут, он должен его проложить для нашего пациента. Ага, вот это уже поинтереснее, да? Да. И предостеречь нашего пациента о том, что худение, да, резкое похудание, предположим, в частных клиниках, оно чревато очень серьезными заболеваниями. Кстати, тоже же ведь серьезный бизнес развивается, да? Совершенно верно. И самое главное, что мы видим последствия такого резкого похудания. Эти пациенты приходят в дальнейшем к нам, и у них развиваются серьезные жировые повреждения печени. Куда девается тот жир, который уходит с боковых поверхностей бедер, живота, плеч? Куда он? Этот жир, естественно, через центральную воротную вену поступает в печень. Это тот орган, который первым принимает нагрузку и первым испытывает, в общем-то, серьезные проблемы. А как у нас все-таки со специалистами, с кадрами? Ну вот в плане диетологии очень длительный период времени была определенная брешь именно в амбулаторных специалистах-диетологах. Вот сейчас, да, развивается, есть соответствующие профильные приказы, люди обучаются, люди приступают к работе. Я думаю, что в ближайшее время наши жители республики получат реальную возможность пойти к грамотному профессионалу, безусловно, определить с помощью специфического метода импедансометрии, сколько в его организме содержится жира, сколько костной массы, чего ему не хватает в данный момент, и отрегулировать путем именно правильного питания и водно-солевой обмен, и жировой обмен, и многие другие обмены. Я хочу еще раз обратить ваше внимание, что должно начать именно с центра здоровья, где люди должны проходить скрининг и обследование. Какие новые методы диагностики и лечения внедрены в вашей сфере? Действительно, гастроэнтерология сейчас настолько бурна, динамично развивающаяся отрасль, и особенно в симбиозе с эндоскопической службой и хирургической службой. Мы уже не представляем себя без взаимодействия вот с этими видами службы. Но ведь каждая ЦРБ уже этим современным оборудованием оборудована практически, да? Совершенно верно, совершенно верно. И видеоэндоскопия, и очень современные, очень точные методы радиологической диагностики, МРТ-диагностики, ультразвуковой диагностики. Они, конечно, облегчают труд врача и позволяют и быстрее, и грамотнее поставить диагноз. И, по крайней мере, подобрать тех пациентов, которые действительно требуют, в том числе и высокотехнологичных видов медицинской помощи. И вот мне хочется сказать, применительно к алиментарно-зависимым заболеваниям, в том числе и к иммунным заболеваниям, которые на сегодняшний день растут во всем мире, в том числе и в России, и в Чуваше. Это заболевания кишечника, дивертикулярная болезнь, и такие серьезные грозные заболевания, как язвенный колит, болезнь Крона. Вот в этом году в Республиканской больнице получена лицензия на высокотехнологичную медицинскую помощь впервые. Это биологическая терапия, антистокиновая терапия болезни Крона, язвенного колита. То есть на сегодняшний день путем использования высокоточных биологических средств мы способны вызывать стойкую ремиссию у пациентов до 10 и более лет. Эта методика раньше использовалась только в крупных центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас наше население может ее получить, никуда не уезжая из республики. На втором месте по внедрению высокотехнологичных видов эндоскопической, гастрохирургической помощи – это патологии печени, это и секторальные резекции печени, это и так называемое портосистемное шунтирование, и легирование, и стентирование варикозно-расширенных вен пищевода, которые позволяют отсрочить осложнение таких грозных заболеваний, как цирроз печени, рак печени на длительный промежуток времени. И вот на сегодняшний день освоенные методики действительно работают. В течение трех лет более 500 пациентов получило возможность таких вот методов лечения. Очень бурно развивается гастро-тракальная составляющая гастроэнтерологии. Это оперативное вмешательство, опять же, высокоснологичное оперативное вмешательство на грыжах пищеводного отверстия диафрагмы. На несостоятельности мышц пищеводных. Вот эта методика, она позволяет значительно быстро и надолго улучшить качество жизни наших пациентов. Уважаемые телезрители и радиослушатели, радуясь вот тем всем высоким технологиям, новым методам лечения, которые к нам пришли, самое главное – это вопрос не довести себя до этой фазы, да, а это значит вопрос профилактики. Что делают ваши службы вот по этой части? Всемирная организация здравоохранения разработала 12 принципов здорового питания. Ни один продукт не может обеспечить организм полностью всеми питательными веществами. Поэтому в рацион нужно включать как можно больше разнообразных продуктов. И, конечно, больше растительного, чем животного происхождения. Хлеб, крупы, макароны изделия, картофель – они являются источником белков, углеводов, клетчатки, витаминов, минеральных веществ. Поэтому при каждом приеме пищи мы должны включать какой-то продукт вот из этой группы. А хотя многие говорят, что вот они худеют, как раз исключив из своей жизни хлебобылочные изделия абсолютно. И не кушают ни макароны, ни картошки. Ну, не кастрюлями нужно кушать. Значит, по нему ж ковсу символизм. Также нужно разнообразие в том смысле в ежедневном рационе, чтобы больше получать овощи и фрукты. Не меньше 500 грамм в день. И лучше, конечно, местного производства. В ежедневном рационе должны быть молоко, молочные продукты низкой жирности, но не обезжиренные. С возрастом, как правило, количество молочных кислых бактерий в кишечнике теряется, уменьшается. Поэтому я думаю, что скидку на возраст здесь имеет смысл сделать. И, может быть, больше пациенту, больше человеку старше 40 лет использовать кисломолочные продукты, йогуртовые культуры, нежели цельное молоко. И не хотелось бы сказать, чтобы вот, ну, я против обезжиренных молочных продуктов, потому что кальций все-таки усваивается вместе с жиром. Поэтому лучше низкой жирности – это самое лучшее. Мясо и мясные продукты с высоким содержанием жира нужно заменить на рыбу, бобовое, яйцо, птицу. Или постное мясо. Перед приготовлением пищи вообще нужно убирать даже видимый жир с мясных продуктов, вот, которые мы видим. Также нужно следить за содержанием жира в своем рационе. Не больше 30% отсуточного колоража. И нужно удалять, ограничивать видимый жир в кашах, бутербродах. Нужно еще помнить, что такие продукты, как копчености, сыр, сосиски, колбасы, мороженое, они содержат очень много скрытых жиров. Поэтому они тоже должны быть ограничены в ежедневном рационе. Нужно ограничивать также продукты с высоким содержанием сахара за счет десерта, сладостей, кондитерских изделий. И, конечно, нужно кушать меньше соли. И нужно помнить, что в консервированных продуктах, в соленых, в копченостях их тоже много. Поэтому их также нужно... Очень любят наши люди эту пищу. К сожалению. Нужно ограничивать, да. И, особенно вот в нашей местности, лучше, конечно, принимать ядированную соль. Нужно научиться безопасным и гигиеничным способам приготовления пищи. Это в виде отваривания, запекания, на пару. И нужно при этом стараться использовать как можно меньше масел, жиров, сахара. И надо научиться нам всем следить, контролировать свой вес. Есть такая очень хорошая формула для определения индекса массы тела. Когда мы массу, наш вес в килограммах делим на квадрат нашего роста в метрах. В пределах 20-25 это считается нормой. Если 25-30, то это избыточное питание. А уже больше 30, это уже ожирение. Это показатель общей, всепланетарной, уважаемые телезрители, радиослушатели, хочу я сказать. И, конечно, обращение к будущим мамам. Старайтесь придерживаться, естественно, грудного скармливания. Хотя бы первые 6 месяцев жизни ребенка. Потому что на всех этих покупных продуктах очень тяжело вообще ребенка. И очень трудно или недокормить, или перекормить. Грудное молоко – это единственный продукт природный, который содержит все необходимые вещества для малыша в эти 6 месяцев. Ну и более гармонично усваивается. И усваивается хорошо. Еще и грудное молоко помогает защитным силам ребенка. И как защита противостивного заболевания. До двух лет все специалисты рекомендуют ребенка кормить. Особенно первые 6 месяцев, конечно. И еще я бы обратила внимание. Вот на тот институт фастфудов, который сейчас пришел, в том числе и в Россию, в Чувашию, неприятно видеть семьи, которые используют вот такие виды перекусов и стимулируются. Как на праздник в Макдональдсе, да? Это ужасно. Да, формируя у своего ребенка вот этот неправильный стереотип питания, неправильную мотивацию к питанию. И не только нужно говорить о фастфудах, а вот эти перекусы, вот это сухоедение, вот эти пирожки. Нашими русскими пирожками. Совершенно верно. Сладкие шипучие напитки. Это все, в общем-то, приводит к серьезным заболеваниям в последующем. Сладкие напитки – это же вообще ужас всего мира. Потому что я, готовясь к программе, вычитала такую вещь, что если в 2008 году считался каждый девятый человек в мире с ожирением, в 12-м, спустя 4 года, каждый пятый, и еще через 2 года в 14-м, каждый третий человек в мире страдает от ожирения. То есть вот это фастфуд и вообще пищевой бизнес существует как бизнес, как доход определенных корпораций, но мы не должны позволять себе быть заложниками этого бизнеса. Мы должны все-таки быть разумными. Совершенно верно. Мы должны сохранить свое здоровье и научить наших детей это делать. Еще хотелось бы сказать про питание детей до 1 года. Это у нас в этом возрасте формируется как бы модель питания. Конечно, вот первый год и дальше именно родители должны быть, должны сами правильно питаться, потому что на нашем примере, например, родители, дети учатся. Как говорил немецкий поэт Генри Гейне, единственная красота, которую я знаю, это здоровье. Берегите свое здоровье и здоровье ваших детей. А я хочу еще раз пригласить наших телезрителей в Центр профилактики, в Академию здоровья, которая у нас начала работать в 2013 году, и в Школу профилактическую, которая создана на сегодняшний день при каждом лечебном учреждении. Ну что ж, наша программа завершает наш цикл в этом году, по крайней мере, да, накануне Нового года, когда начнется вот это пищевое многообразие, пищевое злоупотребление, скажем так. Я надеюсь, что мы сегодня произнесли много правильных и важных слов, которые дошли до вашего сознания, уважаемые телезрители. Вы учтете, в том числе и в предновогодние, и после новогодних дней все наши здесь пожелания вам. И я хочу только в завершении программы сказать, что здоровье, как и жизнь, это личное богатство каждого человека. Как мы сами им распорядимся, так мы, собственно, и будем жить. Гостям спасибо, а всем нашим телезрителям и радиослушателям доброго, долгого, долгого, долгого здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова